Да, конечно, Армения, даже в этом положении руководства Армении, каком оно находится, имеет возможность содействовать вот этому третьему варианту решения проблемы, то есть передачи Российской Федерации ответственности Западу. Франция здесь выступает в качестве важного субъекта. Я не хочу франкофилом таким выглядеть в армянской действительности, но просто есть два аспекта, которые позволяют сегодня о роли Франции особо говорить. Это первое, что политические силы Франции в 2020 году поддержали резолюцию Сената, резолюцию их национального собрания по Карабаху, поддержали признание независимости Нагорно-Карабахской республики и требование к Азербайджану вывести свои войска. То есть у Франции есть какая-то политическая позиция, которая позволяет нам полагать, что последовательность этой политической позиции и второй аспект, то что президент Макрон сохраняет диалог со президентом Путиным. О чем Макрон и заявил средством массовой информации, что он воздержится от классификации действий Путина как военного преступника, как преступника вообще там и так далее. И этот диалог должен быть сохранен. Фактически вот сейчас тот момент, когда Франция может сыграть эту роль по передаче ответственности за население в Нагорном Карабахе.